здесь на посту как всегда мой любимый фикус с такими вот пестренькими листиками я его обожаю хотя в этом году он немного капризничает или место ему не подходит почему-то сохнутые падают листики хотя до этого в прошлом году у него не падали листики в этом году то ли завелся кто-то надо обработать то ли может быть сквозняк ему от от открывающегося окна в общем а так конечно бесподобные его листья можно знаете вот медитировать смотря на его листья можно медитировать часами настолько они уникальные каждый листик не похож на другой листик как отпечатки пальцев только вот на листиках да такие вот каждый листик уникальный какой-то он такой вот умиротворяющий очень нравится мне этот фикус я выращиваю из него еще черенок я уже показывала где-то в обзоре хочу еще вырастить такой же прекрасный фикус еще на другом окне потому что он действительно такой вот невероятный красавец а если за окном еще все снегу то он зимой смотрится вообще просто потрясающе на фоне заснеженных деревьев это что-то такое вот волшебное сказочное в общем очень его люблю здесь я покажу вам мое растение я уже не помню показывала я его в обзорах как он вырос это леписмиум боливиана я его выращивала из черенка буквально был вот такой вот черенок и вот так вот он у меня уже выглядит и так он подрос но освещение вот сейчас не хватает и вот эти листики они не очень широкие я знаю что если хорошее освещение то вот эти листики они растут более такими вот широкими очень классное растение на мой взгляд очень он такой вот приятный я его давно хотела такой вот прямо знаете такой вот кожистый у него очень приятная вот это вот такие вот листики невероятно приятные и он кстати достаточно быстро на мой взгляд растет был буквально относительно еще недавно черенком и уже такой вот вырос такого прекрасное растение я уже где-то рассказывала что это растение вот среднее между эпифилумом и репсалисами что-то такое вот среднее но мне нравятся и те и другие поэтому я очень рада что у меня живет это растение надеюсь я его за зиму не залюблю и он у меня весной еще больше начнет расти здесь растет красу лама хотенд от очень классная красу ла очень мне нравится единственное что когда не хватает освещение то расстояние между листиками увеличивается но все равно она такая вот прекрасная вот эти побеги такие смотрящие в зимнее окно все равно что-то в нем такое в этом растении есть обворожительная очень такая она вот классная у кого есть возможность то обязательно заведите не пожалеете это растение просто удивительное здесь мой репсалис мезомбриантом вы видите уже веточку свою запустил красу ли и там даже пытается цвести тоже я его почти в каждом обзоре от растения показываю но его невозможно не показывать потому что растение такое вот необыкновенное прекрасное но тоже достаточно такое вот на мой взгляд непростое в уходе тоже нужно к нему найти подход но если подход найден то это растение я уже неоднократно говорила что очень часто радует своими цветами здесь крестовник рулево-регатный радует своими нарядными бусинами даже пытается немножко вот расти несмотря на то что освещение недостаточно тоже надеюсь я его не за люблю за зиму потому что поливать я очень люблю здесь даже горошины у него уже подсохли но очень классный он конечно не зеленые крестовники роли очень нравятся они вот действительно похоже на какой-то зеленый горошек какие-то зеленые такие вот бусины но в оригантный это вообще что-то такое волшебное и удивительное а сзади сзади мой седум бурита обалденное растение очень нравится он тоже так уже вот вытянулся уже к нему и не добраться уже так подрос сейчас если удастся передать вот его аж где веточка уже свисает над моей красулой такая вот красота у него очень красивые вот эти листики он очень хорошо укореняется даже когда вот листик отрывается я уже говорила да то если положить просто даже вот на грунт потом с листика появляется новая детка седума бурита видите какая красота а этот листик я недавно посадила вернее положила он так еще без детки но также я заметила что в местах где листики отрываются у этого растения очень хрупкие листики его нужно очень осторожно поворачивать вообще дотрагиваться потому что могут отваливаться вот эти листики но вот на одном побеге я не знаю сейчас найду не найду но в месте где оторвался листик растет новый побег поэтому я думаю что не так и страшно если листик отрывается но не всегда так происходит вот я еще не могу понять при каких условиях он вот в новом месте при отрыве растет новый побег а в некоторых местах вот так и вот как вот здесь видите точечки это когда-то там были листики не я их видно случайно зацепила и они оторвались вот там так и не выросли побеги но возможно нужно время чтобы они выросли а так растение восхитительное просто прекраснейшее на самом верху у моей полочки живет мой любимый один из любимых мохнатых кактусов я уже говорила что у меня слабость я очень люблю пушистые добрые кактусы он у меня тоже вот у меня в любимках этот кактус кстати очень быстро относительно растет несмотря на зиму он и пьет как-то быстро я его поливаю не знаю правильно это или неправильно где-то считала что кактусы зимой лучше не поливать потому что они вытягиваются но я не знаю я все равно вот понемногу поливаю хотя вроде на подоконнике прохладно но все равно вот все стараюсь проверять палочкой как я уже рассказывала я проверяю всегда палочкой перед поливом потому что так тяжело определить на глаз нужно ли поливать или не нужно сзади мой моя ребуция рауша хоть он и вытянулся но он мне все равно нравится он такой знаете какой-то особенный кактус как я уже говорила напоминает мне такие вот пальцы которые вот из земли растут такой вот тоже интересной такой вот формы здесь покажу я не помню показывала или нет здесь растет моя церапегия стопелеевидная я покупала у коллекционера эту церапегию и это был сиенец вот сейчас она выглядит вот так отойду немножко подальше покажу как она у меня подросла я хочу из нее сделать такую знаете спираль насколько я видела у многих людей она растет вниз вот но вниз у меня нет возможности ее растить а хотелось бы вот именно завить из нее спираль нужно будет еще какую-нибудь лесенку ей увеличить высоту и стараться вот завивать из нее такую вот спиральку на вид она не очень такая вот красивая но для меня все растения все равно прекрасные даже когда они на первый взгляд ничего особенного но для меня почему-то она вот какая-то все равно особенно это растение хоть она абсолютно на первый взгляд кажется что она голая без листьев но если присмотреться то на ней есть такие вот небольшие маленькие листики ну и цветет она очень потрясающе но у меня она еще ни разу не цвела а сзади церапегия симона я уже ее показывала тоже бесподобная церапегия она цветет как и сандерсона вот у нее нет периода покоя она цветет постоянно не очень интересные вот такие вот цветочки сейчас вам покажу этот уже полностью распустился у него такие вот видите волосочки они должны вот в разные стороны смотреть тогда считается что этот цветочек полностью распустился вот эти бутончики они еще видите волосочки эти закрученные через пару дней они начнут раскручиваться и тоже можно будет сказать что она распустила их полностью ну и там где-то еще новые бутончики растут в общем очень нравится эта церапегия очень интересная и такая очень цветущая очень любит она цвести а сзади стоит мой мирт тоже для меня такое вот непростое растение начал почему-то терять листики хотя я вроде его и стараюсь опрыскивать вот возможно сухой воздух ему вот в комнате не знаю вроде и растет и в то же время вот что-то мне кажется ему не нравится или не подходит но тоже я выращивала его из черенка такой вот был расстроенный черенок из трех таких вот я его заплела и так вот он у меня и растет такой вот но тоже очень нравится очень ароматные у него листики очень хорошее растение надеюсь он у меня весной опять станет красавчиком потому что сейчас что-то мне кажется ему не очень нравится и не очень что-то ему подходит стоит с профики